всем привет у нас зима 20 какой-то января завалила вас снегом и всю нашу дорогу и всю нашу машину все у нас в снегу вот поскольку хозяйство нас большое нам соответственно для хозяйства нужно сено ценам и за лето заготовить не успели ну потому что зимой первый год здесь вот и сено мы заказываем привозят а поскольку дороги у нас нет вон туда куда ходят столбы и вон там вот за этим большим домом там дальше есть конюшня там чистят дорогу до конюшни вот сильно привозят туда а мы его потом везем оттуда домой но сами понимаете да что тут по такой на себе тащить тюк в 25 килограмм где-то он тут лежит вот один тюк лежит такой тюк на себе тащить тяжело мы его возим на собаках собакам скучно зима делать нечего ну вот а бегать им охота вот поэтому мы возим сено оттуда с помощью собак сейчас я покажу как мы это делаем пока такой небольшой обзор на кусочек видео у нас значит два маламута вот буси и корт вон они там и унка унка и мишка кочерыжка папа наш идет мешок тащит для сена ребят ну что я могу сказать не покупайте собак таких купите лучше овчарку они конечно хорошие красивые но бестолковые дарути они будут гавкать на ёжика но на человека проходящего мимо или взламывающего вашу машину могут даже не среагировать зато они очень любят выйти очень любят выйти по поводу и без повода кто-то им скучно им холодно им что-то показалось они не лают не лают они именно прям воют его стоит такое что слышно на конце поселения как бы наши уже соседи конечно все попривыкли слышно очень далеко даже иногда в соседней деревне вот я когда в магазин прихожу все слух начинается вот слышно как они воют жутко концерт по заявкам вот это может продолжаться и час и два и без повода вообще часто папа конечно ведь ну а не видишь лейки что значит куда-то побежим ну ладно пойдем снимать час дальше ну продолжаем вон папка наш ушел вон там видно крышу как крышу конюшни здесь примерно 400 метров до конюшни тут у нас получается раз два три участка по 150 метров ну примерно 450 метров из поворотов по прямой собаки по прямой хорошо бегают повороты правда иногда они могут проскакивать поэтому мы возим сначала сюда вот до угла здесь выгружаем все а потом ну либо до машины в машину вы складываем тащим вон туда в коровник вот ну либо прям на собаках потом по прямой как бы до коровника у него с собой не взяли у нее беда и трагедия он она рет стоит спряталась ну теперь короче пока мы все не привезем такой будет так и будет ор в виск писк как же так все ушли и и не взяли вот у нас есть объективная причина поскольку у нас у нее и буся они девки две две девочки а курт у нас мальчик буся с уни у нас частенько дерутся между собой то есть если едешь например на нартах их как-то регулируешь да они нормально как бы бегут все если они без человека то вполне реально они могут подраться причем и у не уже в но пусть намного больше я у него больше задирается ну вот у немного раз зашивали уже и дрались они у нас много раз вот причем у нас изначально вообще я хотела таксу вот но муж насмотрелся фильмов про собак про хаски такие они красивые такие они вот колобоглазы и все и короче вот он прям заболел хаски хаски играю хаски маленький я хочу тогда что то побольше выбрала маламута ну вот разница между хаски и маламутом в том что хаски они спринтеры если они бегут долго вот бегут быстро но не долго а маламута они тяжеловозы они будут бежать очень долго но не очень быстро вот жили у нас значит ну в общем спорили спорили хотели хаски или маламут хаски маламут через какое-то время мы пришли к консенсусу взять просто две собаки и не спорить на эту тему и жили они нас достаточно долго мы в клубе там в москве состояли в езда ум много у нас знакомых было с такими собаками на соревнования мы ездили и один раз к нам там соседка пришла она состоял состоит в команде помощи маламутам пришла говорит что такая ситуация значит это о том как у нас 3 собака курт появился пока папа там грузится вот я рассказываю вот пришла к нам значит и говорит такая ситуация значит в лесу привязали собаку нашли лесники отвезли ее в сторожку несколько дней она была в лесу привязана к дереву вот мы и в общем короче ну надо спасать вот они поехали значит эту собаку причем ездили куда-то очень далеко по моему две или три тысячи километров от москвы они ездили целой там делегации за это собакой ну вот они значит привезли его забрали но так получилось что все собачники как всегда под завязку заняты вот возьмите себе мужа я долго уговаривала вот в итоге короче взяли мы третью собаку он конечно сначала первое время был прям ну такой очень не очень в хорошем состоянии такой сейчас-то конечно кабан отожрался наглый но вот того то есть он совсем но был небольшой может быть ему было года полтора мне причем было клеймо на ухе но она есть клеймо по клейму нашли хозяина там через суд у него значит собаку это отсудили забрали документы у него забрали вот теперь это наша собака но конечно отпечаток все равно это все детство наложила то есть он на еду готов за еду съесть все у всех у котов и углу и вообще у всех везде залезет за еду чтенька не слушается поэтому я его никогда с поводка не отпускаю он гуляет только либо в закрытом выгуле в вольере ну где вот мы в москве жили там были вот либо на поводке со мной ну либо на нартах там вот вот что-то я даже не знаю что еще рассказать знаю я что таким собакам нужен вольер и большой выгул чтобы они могли бегать у нас пока возможности нет мы вот плоспланных конечно у нас есть там и вольер для них и все но пока не успели еще сделать они у нас просто живут в будках на цепи и бегают что-то там какие-то вопли вот подрался что и вижу что происходит слышу что кто-то ругается и лают собаки там у лена на конюшне свои четыре собаки поэтому вполне возможно они там подрались может быть сейчас посмотрим ну ладно сейчас они будут бежать и тогда дальше поснимаю ребята слушайте у нас такое солнце лупит что я ничего не вижу но надеюсь вы что-то здесь видите давай давай тащи 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 давай молодцы хорошо ай молодцы мои давай 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 я даже не вижу снимаю по вот что-то вижу такое солнце отражается весь экран черный вот молодцы мои умницы бегут 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 давай 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 бусю молодец вот молодец молодец давай 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 поворот поворачиваем давай давай пошли 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 дальше дальше не останавливаемся. Пошли, пошли. Сейчас дотащишь и дам тебе вкусняшку. Ну вот, все, приехали. Давай, давай, давай. Тащи, тащи, тащи. Пошли, 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 пошли. Вот в этом большом мешке лежит тюк. Давай, давай, давай. Сейчас они мне его до машины довезут. Я им дам вкусняшку. Сегодня у них вкусняшек у нас домашний сырок. Давай, 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 давай. Пошли, пошли, пошли. Не стоим. Пошли, пошли, вперед. Давай, 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 давай. Как всегда, Буся прет, а Курса филонит. Он ленивый. Мужик, что? Давай, давай, давай. Вперед, вперед. Пошли, пошли, пошли. Пошли. Пошли, пошли. Вот Буся молодец. Давай, давай, давай. Еще, еще, еще. Вперед, пошли. Давай, курт, елки, моталки. Без тронделей, как без пряников. Давай, говорю, иди вперед. Иди, 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 балбесина толстая. Иди, давай. Извиняюсь за качество видео. Сейчас мы дойдем. О, все. Ну, молодцы, все. Фу. Ну, сейчас я им дам вкусняшку, утюг выкину. Отправлю обратно к папе, они побегут. Ну, как-то так. Так, бежим обратно. Пошли обратно. К папе, пошли, 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 пошли. Ну, с пустым тюком, конечно, легче. Давай, 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 пошли обратно. Давай, давай, пошли. Ну, так-то их подгонять так. Ну, вот как-то так. Еще немножко и добежим до канадской границы. Я, кстати, на них частенько достаточно в магазин езжу. У нас там вот где вышка, вон там стоит. Там деревня. Есть магазин. У нас есть нарты. И на нартах я езжу на них в магазин. На всех троих. Вот. Ну, надеюсь, вам было интересно. Небольший кусочек из наших будней. Нелегких. Вот. Ну, все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.